Снега не боятся. Перед тренировкой помогает согреться разминка. Играть на снегу гораздо труднее, ведь много зависит и от погоды в том числе. Для спортсменок даже минус 30 не помеха. Главное – термобелье, теплые шапки, перчатки и вперед на площадку. Выходят сразу две команды по четыре человека. Ты хорошо держишь кисть, а когда ты хочешь сильно ударить, ты начинаешь делать лишние движения. Упражнение на передачу, прием, контакт. Жесткость касания мяча – одно из отличий снежного волейбола от классического. Это может быть мороз, это может быть снегопад, а может быть наоборот, допустим, тепло немного. Покрытие совершенно разное. Оно может быть очень жесткое, может быть очень рыхлое, может быть наоборот скользкое. Победительница первого этапа чемпионата России среди женщин Мария Чагина два месяца назад решила, покорить заснеженную волейбольную площадку. Спортсменка отмечает, опыт в классическом волейболе пошел только на пользу. В снежном волейболе я относительно недавно, а вот классическим я занимаюсь с 7 лет. У меня мама сама играла, я еще маленькая ходила на разные ее игры, смотрела вот с такими глазами, потом мне исполнилось обед. Я говорю, мам, пора в волейбол. Вот она меня отдала в обычную спортивную детскую школу и вот там я уже начала развиваться. Перед соревнованиями усердно оттачивали свое мастерство. В этом году готовиться было труднее. было довольно сложно готовиться, так как погодные условия не такие, как были в Новом Рингое. Там очень много снега, здесь еще не было столько снега, поэтому мы старались находить возможности тренироваться в зале, либо на песке. Но мы не так много вместе тренировок провели, так как я только перешла в этот клуб, но все равно прошло все успешно. Своими результатами не хвастаются, еще есть над чем работать, признаются волейболистки. Главное, снега для тренировок на улице сейчас достаточно. Следующий этап чемпионата пройдет в Казани в конце декабря.